О том, как быстро оказать первую помощь раненому на поле боя, врачам резервных бригад рассказывают специалисты медицинской службы Министерства обороны Абхазии. Военные медики должны быть готовы ко всему, ведь действовать нужно молниеносно. От этого зависит жизнь и здоровье бойца. Это все проводится для того, чтобы мы понимали, на что мы способны сегодня, ну и повысить свой опыт оказания медицинской помощи в полевых условиях. Есть определенные достижения у нас уже, есть и недочеты, которые со временем, я надеюсь, мы устраним. Все идет по графику, по плану, со всем справляемся. С графика пока не вышли для ребят, многих это практика. Как оказать помощь человеку с легким, средним и тяжелым ранением? Как транспортировать пострадавшего? Не растеряться. Применить все эти навыки в экстренной ситуации. Этому обучают медиков-резервистов. Сегодня будут симулироваться боевые действия, ранения трехстепеней. Это легкий, средний и тяжелый. Проводить эвакуационные действия, развертывание медпункта, работа медперсонала. Мы наращиваем объемы, темпы работ. Все-таки в наше время новые технологии, новые системы. Такого рода мероприятия в таком масштабе проводятся впервые с привлечением такого количества резервных подразделений. Оцениваю качество проведения и явку резервных подразделений на хорошо. Также проводятся занятия по инженерному выполнению задач. В ходе тактических и тактико-специальных занятий и учений военнослужащие получают и совершенствуют навыки самостоятельного выполнения задач инженерного обеспечения в условиях, приближенных к боевым. У нас будет тактико-технические характеристики всех мин. Будем устанавливать растяжки мины, одиночные мины будем устанавливать. Будем шлагбаум мины устанавливать, минные засады. Эти работы у нас постоянно, каждое учение проводится. Учения проходили в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Республики Абхазия. Завершились 18 октября.